Первая примерка перспективного скафандра. В научно-производственном предприятии «Звезда» создают новый полетный скафандр для будущего космического корабля. Вместо технологичных перчаток – трехпалые рукавицы, совмещенные сразу со скафандром. Новая герметичная молния. Она заменит сложную систему герметизации скафандра, так называемую прорезиненную оболочку, и позволит надевать сокол быстрее. В идеале этот скафандр наденет любой космический турист без специальной подготовки, если такие полеты станут возможны для особо любознательных. Попробуй, пожалуйста, достать до шлема. Да, чуть-чуть прикрытило. Ага, отлично. Так, ноги, соответственно, нормально двигаются. На данном вопросе нет. Так называемый сокол – туристический. Название неофициальное, но отражает его основные функции. В новом космическом корабле два члена экипажа из четырех не будут принимать участие в управлении. А значит, и скафандр у них может быть проще. Мне не нравятся кисти сейчас. Немножко жмут, да? Да, они, во-первых, жмут, во-вторых, как ими работать, я слабо представляю. Учитывая то, что это пассажирский сокол вариант. То есть я ничего не трогаю, я сижу. Суть именно в том, что сидеть и не работать. Перспективный скафандр намного легче нынешнего сокола. В основе – новые материалы, прочные сварные конструкции. Если сейчас скафандры клеят, то новый будут варить, то есть сваривать швы. Новые регулировки по ногам и рукам. Теперь рост космонавта не имеет значения. Следовательно, не придется создавать для каждого покорителя космоса индивидуальный скафандр. Он станет универсальным. По корпусу он может, грубо говоря, быть короче, быть длиннее за счет притяга. И по ширине обхвата, за счет вот этих вот притягов, соответственно, его, он либо уменьшается, либо увеличивается. И таким образом у нас получается, что перспективный сокол покрывает достаточно большой объем антропометрических данных человека. То есть и больших, и маленьких. Любая новая разработка познается в сравнении. Скафандр «Сокол» сейчас основной для полета в космос. И для каждого покорителя орбиты «Сокол» изготавливают индивидуально. Космический скафандр «Сокол» – это вообще-то спасательное снаряжение. И его надевают космонавты до момента старта, чтобы лететь на орбиту и уже готовясь к посадке, чтобы возвращаться из космоса. Он полностью весь герметичный, поэтому он и спасает космонавта, и надевать его очень сложно. Поэтому одна я не справлюсь. Помогайте мне. В скафандре «Сокол» две оболочки – герметичная и силовая. Вот так скафандр надевают, протискиваясь через прорезиненную оболочку. Между собой эту часть скафандра называют аппендиксом – система герметизации скафандра. «Так, теперь надеваю верхнюю часть руки. Я должна войти плечом, да?» «Да, как вы чувствуете?» «Держу, сейчас, секунду, вторая. «Есть». «Есть». «И ныряю». «Опа, вынырнула». Ну, на самом деле, на Земле помогают, конечно, космонавтам надеть скафандр, а вот уже в невесомости на орбите, перед возвращением, космонавт это делает сам. Поэтому каждый сам должен научиться надевать скафандр. А это уже реальная подготовка к посадке космического корабля «Союз ТМА-07М». После отстыковки перед входом в плотные слои атмосферы закрывают гермошлемы. Скафандры герметичны. «Итак, закрываемся. Хорошо. Сейчас вам покажу еще один маленький секрет. У космонавтов есть вот такой прибор. Называется «Вальсальва». Очень многие, да и я до недавнего времени думала, что это чесалка для носа. Якобы космонавтам вот так удобно чесать нос в космосе. На самом деле это прибор «Вальсальва», для того, чтобы можно было продуться, убрать давление на уши. Космонавты делают вот так. Крепится он на гермошлеме, вот в этой части. Вот. И когда создается давление внутри скафандра, космонавту очень удобно продуваться. Отлично. В полете космонавты находятся под давлением. То есть внутри скафандра за счет газовой среды создается избыточное давление. Это как погружение, только в безвоздушное пространство. Добрый, проверенный временем скафандр «Сокол». И новая разработка, перспективный будущий космический скафандр. Мы попросим сейчас, чтобы на нас именно провели сравнительный анализ. Ну, первое, что, естественно, бросается в глаза, это цвет. Соответственно, ярко-оранжевый и белый цвет нынешнего штатного «Сокола». Второе яркое отличие – это, конечно, отказ от аппендикса, который мы считаем самый сложный узел в этом скафандре. Именно в том плане, что необходимо, как необходимо входить в скафандр, выходить из скафандра. Самая сложная часть – это аппендикс. Сейчас, естественно, у нас сделана молния именно с таким распахом, согласно которому можно легко и достаточно просто входить-выходить. Вот этот оранжевый яркий цвет выбран не случайно. Этот скафандр одновременно заменит спасательный костюм «Форель». То есть при нештатном приводнении космонавту не надо будет переодеваться в гидрокостюм. Переходим на подачу кислорода в скафандр. Современный скафандр – настоящий космический корабль в миниатюре. От самых ранних моделей, в которых летали первые покорители космоса, до скафандров «Сокол» и «Орлан» – все это разработано в НПП «Звезда». Именно здесь думают о том, чтобы человеку было комфортно работать в непригодных для жизни условиях. Условия во время выхода достаточно экстремальные. Помимо абсолютного вакуума, еще и очень большой перепад температур на поверхности станции. От плюс 150 на Солнце до минус 150 в тени. Это уже другой скафандр – «Орлан-МК» для выхода в открытый космос. Во внешнюю оболочку встроено 10 слоев тепловакуумной изоляции. Сейчас на орбите три «Орлана». Подгоняя по размеру каждый, космонавты в них выходят за пределы станции. Скафандр для работы в открытом космосе – это действительно миниатюрный космический корабль, который имеет свою систему теплозащиты, систему жизнеобеспечения, систему связи. Чтобы действительно ощутить, что он из себя представляет и как чувствует себя космонавт в таком скафандре, желательно хотя бы раз попробовать самому одеть этот скафандр, и тогда вы получите более ясное представление об этом. Космический скафандр «Орлан» – он как дом. В него входят целиком, засовывают руки, ноги и закрывают за собой дверь. Конечно же, в невесомости космонавты это делают самостоятельно. И вот так вот в полной боевой готовности выходят в открытый космос. Идем дальше. Так, прижим-то отключаю. В НПП «Звезда» уже закончили модернизацию скафандра «Орлан». Теперь он получил название «Орлан МКС» – модифицированный, космический, синтетический. В нем применены более стойкие синтетические материалы – система климат-контроля. Новый скафандр отправят на орбиту в начале следующего года. Тогда его испытают на себе и космонавты. У меня, в смысле, зеленый огонек горит. Принято.